YouTube Space London. Мы сделаем обзорную экскурсию. Для интровертов комната, смотрите. Что-то русское вообще нет, мне кажется, я буду первым. Пластиковые деревья. Попахивает выпуском из YouTube Space London. Прикольная атмосфера, на самом деле. И хай-тека, технологии, и атмосфера непринужденная, знаете, такая. Прям хочется работать в Google. Ребята, ребята, у меня отличные новости. Я лечу в Лондон. Это долгожданное мое приключение в Британию. Я там не был. У меня по планам зайти в YouTube, сходить в несколько музеев современного искусства, погулять. Влог соберем оттуда. У меня посадочка, но я побежал. Здравствуйте. Спасибо. Так, немножко полезная информация. Я сейчас в аэропорту купил две карточки. Первая это сим-карта, а вторая это проездной, которого мне должно хватить на 4 дня. Вот так вот выглядит карточка. Называется она Oyster Visitor Card. 40 фунтов. Цена самой карточки 5 фунтов. Там есть выбор, ты можешь купить за 35 фунтов, как бы на баланс закинуть денег. Либо можешь закинуть себе 20. В основном в европейских странах есть какой-то такой туристический офис, где ты подходишь и покупаешь себе, ну, самое нужное. Мне нужна симка, чтобы не потеряться, чтобы там коммуницировать с людьми, выкладывать сторис, в конце концов. Я посчитал, в принципе, не очень дорого. 6 гигабайт интернета. Такая вот симка. Эта симка стоит 25 фунтов. Прикольно, британский номер. Можно его привязать к WhatsApp, будет еще один WhatsApp и, например, Spotify зарегистрировать. Он заблокирован в России, это самый лучший сервис. Возможно, так и сделают. Короче, ребята, сегодня дождливая погодка. Что поделать? У природы нет плохой погоды. И я еду в YouTube Space London. YouTube есть в разных городах. Там в Нью-Йорке, в Дубае, в Лондоне. Места, куда можно приехать. И посмотрим, что там можно делать. Ребята, я в YouTube Space. Меня встретила Настя. Настя здесь работает. Привет. Мне очень повезло, потому что с 11 утра через 2 часа выходит Настя в отпуск. И я бы сюда не попал, потому что там нужно проходить сложный достаточно процесс. Короче, здесь жесткая security вообще. Я говорю Руссии. Это возможно, возможно, здесь говорить Руссии. Смотрите, это студия. Вот тут. Ну, тут можно сесть и что-то сказать. Типа, привет, я наконец-то добрался до YouTube Space London. Окей. Правила запрещают сюда еду приносить. Так, мы идем куда-то дальше. Здесь монтаж рум. Короче, ребят, здесь можно монтажить свой материал. И вот тут большой монитор для презентации, как я понимаю. Какой номер этого рума? Я купил большой. Найс. Это просто маленький. Для интровертов комната, смотрите. Очень быстрая обзорная экскурсия. А это что? Здесь, короче, система наблюдения. А тетя нам делает обзорную, да? Да. Да-да-да, она здесь заведует. Что ты имя? Меня зовут Артем. Артем. Сколько лет ты работаешь здесь? Да. Здесь. Да? Да. Круто. Я люблю твои глаза. Очень круто. Большое студию. Да. Мы имеем, конечно, 360-D Dolby Surround Sound. У нас есть прожектор, который подходит вверх, чтобы мы можем сделать экраны фильмов и так далее. Все наши вероятности в автоматическом. Поэтому мы можем перейти это в галере, когда мы хотим. Это разные цветы. Да. И все эти студии мы можем сделать 360-D Green Screen. Круто, представляете, ребят, смотрите. Вот тут вот зеленка, и он растягивается по всему кругу совершенно. И тут 30 колонок, и то есть Dolby Surround. Это RGB, да? Этот цвет светится любым цветом. Вот. Пойдемте дальше. Короче, вот эта студия мне понравилась. Уу, nice. Самое, но маленькое. Да, точно. Этот, конечно, не имеет Dolby, и не имеет камеру на треке. Короче, поменьше студия. Прикольно. Ребята, я в YouTube Space London. YouTube Space London is better. Never stop making it. Okay. Production control. In here, this is the same kind of gallery you'd find in any normal TV studio. The only difference is that we generally send our signal out over the Internet. It's possible to streaming here? Yeah, absolutely. The camera that we saw in stage one is operated from here. Then we have the racks desk. Then we have, obviously, the vision mixing desk. And then we have graphics over here. And then this is the lighting desk. And then if we were doing anything that required a producer, this would be where they would sit. What program you use for streaming? For graphics we use expression. Смотрите, ребят. Здесь проходят стримы. Так, и пойдемте туда. Что там? Да, мне здесь определенно нравится. Особенно вот этот вот фон. Что, storytelling. Здесь, где люди, которые готовы использовать студии, могут прийти и прийти, и прийти, и прийти. Допустим, как профильные люди. Вчера мы сняли Шерлойд. Она использовала этот спа. И, чтобы люди пришли сюда, чтобы делать видео, влог. Все, кто может делать что-то. Как часто вы изменили здесь? Это было в год. Примерно каждые два года. Через два года изменилось. Нажки открыты. true здесь моет голову походу короче здесь делают мейкап прикольно очень стильно мне нравится can you hear the difference in this room yeah so that is when my audio engineer is mixing he can get the clearest sound he can with no extra external noise is happening i like this silence it's very peaceful isn't it yeah and can you smell christmas green train this one короче здесь запаха рождества christmasa thank you very much by 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 быстрый обзор получился очень быстрый и вообще об этом всем знал это было везде да ну я везде была но если честно бенди просто достаточно лучше меня знает а это чё такое но это стена можно разнакомиться с чем другие люди гордятся кто-то гордится за тем что он борется за права город своей семьей гордится тем что делает то что любит кто-то приехал из канады сюда из россии тут что я чуть не вижу россии что-то русские вообще нет мне кажется я буду первым реально буду первым кто напишет здесь что-то маркетом это гордиться носками носками обе полы твои я раньше работала в польше поэтому да ладно а больше нету стоит мы проводим больше и вот в россии поп-оп-спейс мы снимаем студию организовываем такой поп-оп-спейс временный как петербурге там тоже мы сделаем студию где можно поснимать плюс мы там делаем занятия для авторов какие-то различные стратегические теоретические приезжают туда внешние специалисты приглашаем каких-то больших блогеров читать лекции прикольно пойдем дальше смотреть да давай но можем посмотреть как там наверху дела и не знаю что там сейчас и балаган потому что строит рождественский сет а пойдем поднимемся туда посмотрим наведем там балаган тоже мне реально повезло что настя здесь потому что вы видели там ни одной надписи нет русской надо маркера нарулить идем искать маркер о смотрите электронной гитары береза короче здесь запах еще звонче я понюхал елку она не настоящая вот эта подготовка я понимаю вот тут вход и ты такой заходишь такой трен-тен-тен-тен-тен и тут сразу от елки кстати интересно все все могут красоту поснимать а вот именно подготовку подготовку нужно застать маркер на рулен можно идти писать они беспокоятся мы но они попросили нас простой тип чтобы на нас да ладно еще не упадет там же написано creation вот ребята кришны делают так ну что пошли рисовать чем я горжусь я горжусь внутренней энергией креативом внутри ничего пусть сверлит а мы будем писать просыпаться сегодня было сверх тяжело настя назначила встречу на 9 а легче ров 2 часа спать где-то короче я думал что контент будет тяжело делать но попахивает выпуском из youtube space лондон мне кажется это хороший контент скажите хоть одного человека кто был youtube space лондон и время у нас ограничено ребята настя убегает навстречу дай совет молодым просто если люди хотят вот начать делать youtube назначать надо начать вот не дождая это самое важное ты уже ведешь канал поэтому те кто еще канал не ведут могут тебя послушать им расскажешь там как это делать для этого и мы и делаем это видео ну слушай я думаю что да начать попробовать мне кажется никакой блогер когда начинал снимать или мало кто умел плюс можно зайти на такой ресурс creator академии академия для авторов youtube и там очень много наших ресурсов всякие разные крутые знания страничку а их можно почитать там кстати по-русски то на русском да 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 и от супер базов как открыть канал до таких супер продвинутых очень нишевых вопросов эти немногие заходят именно на специализированные странички ютуба в которых все написано все проработано и переведено на русский язык а там информация просто дофига вот тут будет ссылочка заходите ребят посмотрите последний вопрос как ты вообще пришла в youtube я училась в бизнес университетах в аршаве я пришла кукол мне всегда это было интересно какой-то момент была возможность ютюбе я люблю мне нравятся продукты я вот часто смотрю здесь работают классные люди у них есть много ничего не получится мне кажется что моя работа она тоже имеет смысл хорошо влияет на мир я видел в метро рекламу ютюба и офигел музыка и фоновом режиме я могу слушать музыку да 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 ты можешь сделать видео на фоне смотреть некоторые оригинал со специальной продакшен ты можешь в офлайн скачивать видео в самолете а что что ты смотришь обычно на ютюбе топ-3 его любимых влогера питер макинон макинон тоже я люблю и всегда смотрю кейси наверно кейси ты смотришь кейси я очень много смотрю таких каналов всякие спортивные лекции на тему анатомии бега горных восхождений вот это но такой же больше образовательный фантом от техноложи интертаймент дизайн я на каналов на 250 ты давно здесь работаешь на я работаю в гугле полтора года ты работала в гугле потом ютюбе или как это было тут соседнее здание google здесь у нас целое целое здание угла и у нас несколько офисов в лондоне прикольно разрисовано стиле я нахожусь сейчас в офисе google это прям соседняя дверь если так можно сказать с youtube пространством youtube space настя пошла навстречу а я залип в этой зоне ожидания наблюдая за людьми здесь много людей работают собаками тут такие смешные айтишники знаете как в сериалах кремниевая долина биг бен теории это теория большого взрыва прям такие же люди ходят такой смешной походкой много охраны то есть сюда не зайти если тебя тут не встречают раз охранник 2 охранник 5 охранник 6 ну короче дофига охранников и они постоянно меняются еще только что подошел охранник и типа поинтересовался что это делаю типа чего записываю и спросил если у меня какой-то бэйджик к так вот вопросу об охране люди приходят постоянные встречают кто-то на собеседование какие-то программисты какие-то я не знаю там творческие персонажи креативщики прикольная атмосфера на самом деле одновременно и хай-тека то есть такого будущего атмосфера такой айти и атмосфера непринужденная знаете такая типа apple овская google овская и у меня такое ощущение что прям хочется работать в google короче сразу же тут выходишь из google офиса и вот тут такое место называется васаби я взял острую сладкую курицу с лапшой еще суп ну дал суп с курицей мне кажется безумно вкусным а еще здесь суши до фига сейчас я если не наемся еще возьму суши ребята это просто безумно вкусно я даже не ожидал поел я на на 1175 мне кажется я погорячился с острым куриным супом короче ем и еду в музей современного искусства спасибо васаби было супер вкусно смотрите какой у них логотип такие типа суши было супер вкусно и супер остро природ пылает огнем погодка в лондоне блин так себе и я бы двигаюсь короче в тейт музей огромная улитка я пью джентоник в музее на вечеринке в лондоне не вы прикиньте если бы у нас в эрмитаже просто тусовку замутили вот это интересно